всем привет друзья вы на канале семей поддубных и в этом видео будем обрезать персик перед нами персик киевский ранний значит в том году урожай был очень маленький потому что были поздние весенние заморозки не помогло даже обкуривание то есть было минус 8 и минус 6 несколько дней морозило в общем урожая практически не было но мы имеем очень хороший годовалый прирост персик увеличился прилично вот сейчас мы будем его обрезать я покажу основные принципы обрезки персика где формируется урожай на на ветках на каких ветках будет основной урожай этого года если будет нормальная весна сегодня у нас уже 3 марта вот по-прежнему есть морозы ну принципе это еще нормально для этого периода снег лежит вот в общем приступим и попробуем рассмотреть основные принципы обрезки персика для обрезки использую два инструмента это ножовочка для особо крупных веток и секатор использую инструменты фирмы май гарден и так самое главное что нам нужно понимать при формировке персика это то что урожай наш урожай он формируется на в основном формируется на ветках прошлого сезона то есть то что выросло в том году вот на тех ветках и будет основной урожай ветки которые в том году плодоносили они уже в этом году подоносить скорее всего не будет в некоторых исключениях они повторяют но основной урожай идет на ветках годичного прироста значит вот мы видим вот эта веточка вот она выросла в том году вот на вот этой веточки был урожай скажем так прошлого года до должен был быть здесь был произведен спил вот я оставлял здесь маленький кусочек предыдущий год был урожай вот здесь вот на вот этом кусочке предыдущий год был урожай на вот этом кусочке то есть вот здесь уже урожая у нас не будет теперь посмотрим было молоденькое дерево вот она выросла я оставил в первый год жизни ну и там да как она у меня появилась то есть я оставил три ветки вот они и оставил длинные ветки то есть первый спил был произведен вот здесь вот то есть это была тоненькая веточка ну вот как вот эта веточка да то есть очень тоненькая веточка было это был маленький тоненький персик 3 веточки было они превратились сейчас в стволы вот и вот здесь вот был произведен спил первый спил потом был произведен спил вот здесь вот то есть я оставил уже меньше видите второй год обрезки я оставил меньше нежели первый год то есть первый год я оставил метр почти мы сейчас видим метр тогда может быть было меньше второй год я стал меньше третий год я оставил еще меньше вдвое меньше потом еще меньше потом еще меньше и еще меньше значит мы считаем один год обрезки второй год обрезки 3 4 5 6 и сейчас будет седьмая обрезка и мы видим какие здесь вот у меня пошли заросли то есть вот от этого всего я оставлю 10-15 сантиметров следовательно ошибкой первоначальной было то что я очень много оставил годичного прироста то есть мне нужно было оставлять сантиметров 20 вот сейчас я оставляю не больше 20 сантиметров годичного прироста тем самым дерево не разрастается и как бы не отдаляется от основного ствола не отдаляются наши ветки здесь же мы видим картину что ветки первоначально были оставлены большие у нас дерево стало разложистым а урожай мы получаем только вот в этих небольших зонах то есть одна зона 2 3 4 5 то есть мы имеем такие кусты на длинных палках вот это была ошибкой вот я тогда еще не сильно разбирался в этом деле вот и всегда хочется оставить когда деревце маленькое оставить побольше чтобы был какой-то урожай чтобы на нем что-то завязалось но это распространенная ошибка и нужно себя в этом как бы сдерживать значит мы поняли что основной урожай на годичном приросте годичный прирост у меня здесь в некоторых местах достигает ну вот можем посмотреть здесь вот здесь был произведен срез вот это все то есть некоторых местах некоторые ветки по метру длиной вот здесь вот был срез сделан вот он и вот это все выросло за прошлый сезон значит вот от этого среза мы оставляем мы оставляем 15 максимум 20 сантиметров и срезаем все срезаем ну приступим значит берем секатор и начинаем резать значит вот эта веточка примеру да обрезается на почку которая идет наружу так вот где-то 10 10 сантиметров также сама срезаем здесь также здесь то что пошло вниз удаляем то что слабая тоже удаляем примеру смотрим где-то где-то здесь подсохла вот это вот слабо развитая плюс она идет на соседнюю ветку это в принципе можно убрать вот так вот полностью здесь мы оставили пучок из трех веточек потом веточка пошла сюда вот так вот обрезаем вставляем потом пошла вот вверх можно оставить вот эти мелкие удаляем здесь так вот и вот так вот мелкую убираем здесь так и этот укорачиваем то есть начинаем с того что в доступе в ближайшем то что сразу вот все понятно вот первую веточку взяли и фактически мы ее сформировали здесь конечно можно вот это еще убирать мелочь какую-то да вот и одну веточку мы уже в принципе сформировали и вот так вот веточка за веточкой мы движемся и убираем все лишнее убираем все загущенное все что растет внутрь и переводим точно так же как и во всех остальных обрезках и я преследую одну цель чтобы отвести от основного центра да если здесь как бы непонятно а вот то что находится в центре центр мы вырезаем освобождаем и разводим разводим в разные стороны чтобы у нас расходилась крона в разные стороны не мешая друг другу видите она все вроде как кустиками но все все в разное направление было формировано годами идем дальше ярус повыше значит то же самое есть веточка горизонтальная оставляя оставляя ну здесь где-то сантиметров до 20 можно оставить то есть вот раз два три 4 5 6 7 глазков вот здесь будут персики вот на этой веточке вот это вот хорошо развитая ветка вот и она будет в этом году вот плодоносить также сама ее параллельную соседку и веточка наверх пошла вот три веточки это вот здесь вот будет самый жирный урожай вот на этих веточках в принципе можно оставить еще эту но в следующем году я могу ее здесь и срезать то есть могу оставить ради того чтобы здесь какой-то два персика зацепилась потому что эта ветка очень сильная она как бы урожайная а вот это вот мелочь которая идет дальше мы ее удаляем вот вот это вот самое самое но вот такая вот комбинация самая урожайная ветка дальше ветки идут послабее снизу но тоже мы их оставляем здесь вот видите вниз пошла молоденькая хорошая развитая сверху не развитая и плюс . вата это мы удаляем горизонтальные веточки они самые урожайные здесь тоже 2 оставляем небольшие идем дальше здесь у нас годичный прирост вот такой вот длины огромный в хорошем месте южная сторона так же самое оставляем здесь где-то около 20 сантиметров и на второй веточки тоже оставляем 10 сантиметров вертикальную но они совсем вертикально чуть под углом тоже оставляем три глазочка и смотрим здесь вот был спил в прошлом году позапрошлом году позапрошлом году потом вот здесь вот был срез составлено две веточки здесь был срез потом длиннющая палка вот здесь он был срез вот это было ошибкой то есть нужно было оставить меньше тогда вот эта вся часть вот эта вся ветка весь этот куст он бы был ближе к стволу и основная цель обрезки ежегодно это сдерживать рост дерева чтобы она не расходилась не разрасталась вот чтобы оставлять его ближе к ближе к центру ближе к основанию потому что если персик вырос а потом обильно дал урожай он просто не выдерживает свой вес и начинают подставлять палки и она все равно его ломает то есть вот чтобы персик выдерживал нагрузку выдерживал свой урожай он должен иметь как бы мощный каркас чтобы этот каркас как бы был мощным да то есть нужно чтобы он формировался постепенно год за годом можно покороче вот так вот веточка за веточкой мы продвигаемся вот так на самом деле вообще ничего сложного нет просто нужно понимать основной принцип и не пропускать ни одного года с персиком это вообще не пройдет персик очень любит регулярную обрезку ежегодную иногда можно даже и летом проводить надламывание подщипывание чтобы если уже видно сразу что не туда растет нужно делать даже даже летнюю обрезку вот и понимая основные принципы вы с легкостью справитесь с этой задачей и так подымем ся чуть чуть выше на второй ярус значит мы видим что вот здесь вот в том году была оставлена и обрезана вот здесь вот веточка и на почечку которая пошла вот видите на 33 мелкие веточки и в общем она здесь не развинулась она развинулась чуть чуть ниже та которая мне нужна вот и выросла она очень большая смотри какая гигантская просто не знаю метров метр двадцать на вот значит вот эту серединку мы вырезаем полностью вот так вот и тем самым мы сделали перевод перевод от ствола основного если там у нас основной ствол вот мы переходим сюда дальше и вот этот весь огромный ствол который пошел наверх несмотря на то что он большой и хочется оставить больше мы его оставляем всего сантиметров 20 на вот и все улетела вниз то есть вот такую веточку мы оставляем все остальное убираем дальше смотрим здесь вот был у нас произведен срез оставлено вот эта веточка на ней здесь перекрываю другую и вот здесь вот был средством году и вот это все выросло за прошлое лето то же самое то же самое возьмем вот эту для перевода веточку укоротим ее чуть-чуть и обрежем прямо вот здесь все это спиливаем откусываем опах улетела оставляем только 10 пускай 15 сантиметров здесь и чуть больше десяти здесь то же самое делаем дальше значит нижнюю коротеньку делаем и здесь также с переводом на вот эту боковую почечку отпиливаем весь вот этот огромный куст папа улетела идем дальше 3 можно сделать с переводом на вот эту вот так вот это укорачиваем здесь будет урожай на вот этой на вот этих будет урожай вот это все очень перспективные веточки для урожая вот так вот то же самое все делаем с остальными кустами все кусты мы полностью спиливаем оставляем только 10 15 20 сантиметров вот что у нас получилось вот такая вот веточка идем дальше также сама продолжаю обрезать остальные ветки верхнего яруса освобождают центр кроны чтобы она была не загущена и в нее попадало много светом и она хорошо продувалась ветром поскольку персик светолюбивое растение и благодаря этому мы получим крупный и сладкий урожай персиков у меня к примеру на этом дереве персики были с большой кулак весом по 300 грамм еще бытует мнение что обрезать персик лучше по розовому бутону то есть тогда когда почки уже начинают распускаться чтобы видеть какие ветки хорошо перезимовали и не замерзли но минусом есть что на этом этапе уже началось сокодвижение и дерево уже потратила свои силы на те ветки которые в процессе обрезки удалите и тем более что максимум сока получает верхушки веток которые вы как раз и обрежете поэтому я обрезаю деревья до набухания почек и до начала сокодвижения в этом году я обрезаю в начале марта а в прошлом была теплая зима я обрезал в конце февраля и когда почки будут просыпаться можно пройтись осмотреть дерево если вдруг какая-то веточка не перезимовала и засохла ее можно обрезать но у нас киевской области морозы зимой бывают даже больше 20 градусов минус и все мои персики хорошо зимуют поэтому таких высохших веток практически не бывает итак мы постепенно можем наблюдать как наш персик из вот такого за заросшего состояния превращается вот такой вот аккуратно обрезанная и готовая к новому сезону еще хочу сказать что деревья нужно обрезать в сухую солнечную погоду тогда дерево лучше переносит обрезку и срезы лучше заживают и конечно же не жалейте обрезать дерево потому что правильно обрезав дерево вы получите крупный урожай и сильные ветки которые будут удерживать этот урожай а слабые и тонкие ветки просто обломаются подвесом персиков ну вот и все обрезка закончена дерево сформировано готова к новому сезону приблизительно вот так это все должно выглядеть вот принципе как вы видите ничего сложного нужно понимать основной принцип то что урожай формируется на ветках которые выросли в прошлом сезоне не пропускать обрезки вот и все обязательно будет получаться итак обрезку персика мы закончили следующий немаловажный этап в жизни персика это будет обработка обработка его от вредителей от болезней но это уже совсем другая история скажу только то что это будет бордовская смесь вот трехпроцентная до начала вегетации в остальном смотрите мои видео подписывайтесь на канал ставьте палец вверх если видео было полезным и до новых встреч пока пока и